То, что я помню, это два случая в жизни, когда есть такой экзамен в Камеруне БАК. Дается все студенты Камеруна, но филиал, который я учил, это менеджмент, очень сложно. В французском системе бывает, что в Камеруне не больше 20-30 человек дает за все Камеруны экзамены. И когда я дал этот экзамен, у меня сына двойняшка не дала, она очень умная, всегда на клич учила. А я, который так в середине учил, я дал этот экзамен, я сам не смог понять, как, как я. И мама всегда меня спрашивает, сынок, ну как все эти экзамены дали? Я, другой стороны, я понимаю, что я писал то, что надо, то, что я читал правильно. Ну, я сам был в шоке, что я дали этот экзамен. Второй раз это, когда я переводил из Дружбы народов в МГУ, в французской школе, журналист. В это время я был в группе, был такой группой, Джимиджи, мистер босс. И там был шериф, парень из Нигерии, и я из Камеруна, а он кандидат наук. И мы полетели из какой-то город, и я говорю, наш друг Алексей Павушин, который был наш продюсер в это время, я говорю, может быть, пойдем на Маховой, я посмотрю, если я сдал экзамен. И в аэропорту, я так смотрю, он ганатист, сам, ты думаешь, что ты можешь поступать в МГУ? А я ему говорю, ну, давай, пойдем после, посмотрим. Из аэропорта мы на Маховой, и мы понимаем, это лестница, да, который понимает, и там сразу мое имя на первом месте, он видит мое имя, и он повернул ко мне. Он говорит, у меня в группе не тупые люди, и у меня эти фразы вообще просто, это было нереально. И вот так меня, он стал нас уважать, потому что другой был кандидат наук, и я тоже учил, извините, МГУ, это же МГУ. И поэтому эта ситуация, которая для меня осталась на своей жизни в голове. Я считаю, что надо учиться, учиться хорошо, поменьше шпагалки, поменьше. Потому что, извините, какой ты хочешь быть врач, если ты пишешь экзамен на шпагалках, тебе завтра надо резать аппензицид, тебе надо зубы лечить. Но как ты будешь лечить, если ты не была на занятиях, если ты никакой практики не прошла? Нет, надо правильно учиться.